Всем по привету мои дорогие зрители и подписчики с вами как всегда сладкоежка сегодня с реакцией на канал випки реакция на сериал пропажи вторая серия значит эту вторую серию именно он мне прислал через донатик за что ему огромное спасибо ну что ж подозреваемые ребята здесь будет вот будет развязка того подозреваемого до которого мы вот видели и у ту лужу крови и у то все в принципе в принципе думаю будет интересно поэтому всем ребят желаю приятного просмотра пойду спрошу вызвали ли они полицию хорошо так ну вот это лужа крови до который мы помним вот эти люди здесь собрались вот можете еще подсказать его вызвали полицию ладно я тогда сам вызову короче еще с вызову полицию и пойдем домой окей а кто это мог сделать эту лужу крови вот так подрезали и любезно совершенно похищение здравствуйте хорошо выезжаем у вас будем к примеру через два дня ждите чего два дня офигеть два дня надо ждать пока приедут разбираться хорошо можем идти домой за два дня здесь ничего уже не будет вот даже вот этих доказательств крови не ну останется след но что с него можно будет сделать какое-то днк чая это кровь а когда полицию приедет сказали через два дня понял ладно давай это завтра капец полиция едет два дня утра мучки хорошо спокойной ночью спокойный это точно что спокойно эту прошлую ночь вы спали не очень сладко на утро а от уже проснулся да я еще часа три назад проснулся ого а понял нормально ладно я пойду себе чай говорю и обсудим вчерашний давай вот мне кажется что пропажа сына лиза и пропажа еще одного человека как-то связано между собой мне тоже так кажется но на этот раз мы не знаем кто пропал но это да я предлагаю провести расследование мы не знаю но пока полиция приедет могут пропасть еще люди ну да что согласен ну ладно и так в первую очередь нам надо узнать кто пропал давай спросим у жителей этой деревне давай куда пошли я сейчас двери закрою все закрыл можем идти давай пошли видите все таки эту хату они смогли потянуть за такие деньги о смотри там два человека стоят давать у одного спросишь я у другого окей здравствуйте а вы не знаете кого похитили этой ночью вы приезжу да понятно ладно извините за без это походу человек который живет давно в этом в этой деревне просто до свидания до свидания все на стрёме никто ничего не знает здравствуйте а вы не знаете кого сегодня ночью похитили знаю пропал сегодня ночью сын людки да а где он живет сын людки вот это да он же 10 вот это сказано в этом доме но все равно ни до кого не достичьтесь почему доехал с мужем на две недели в отпуск а сколько лет мальчику вроде 16 из я не ошибаюсь спасибо а и последняя как зовут его пола все спасибо до свидания до свидания вот вам походу и подозреваемый что выяснил что-то да а ты я нет понял короче я вижу что пропал мальчик которому 16 лет его зовут вова и все ну еще то что он живет десятом доме и у него есть родители о это хорошо родители уехали в отпуск что это спросил где это находится а вот есть проблемка какая проблемка его родители ехали на две недели в отпуск блин это конечно плохо ага но вот мы не знаем факта он уехал тоже или остался в этой деревне и сейчас дебоширит ну ладно это уже что-то пошли найдем людей которые вчера стояли но и офигею если эта информация оказалась ценной пошли что не в отпуске это ничего не решает идеи а вот тут мужик вчера был там вот это пошли у него спросим здравствуйте мы хотели у вас просить лучшая не видели никого подозрительного нет но когда я вышел самый первый там стоял фермер а что за фермер фермер который живет двенадцатом доме а где это идите прямо и и там будет в конце дом вот там он так 12 дом а этот мальчишка живет в десятом ты живет спасибо до свидания совсем рядом кстати до свидания до свидания так вот его дом давай короче постучимся окей здравствуйте а вы кто здравствуйте мы приезжие из города хотели точить пару вопросиков про вчерашние а ну хорошо проходите об кашляем может быть чаю нет спасибо что именно вы хотели спросить у меня нам один из прохожих сказал что когда он пришел пить и люди гостеприимные в этой деревне на место преступления вообще вообще вот витки и красавчик то что вот добавил вот эту фишку хотите ли вы чая знаете почему потому что люди в городах все такие можно сказать и на фуфырен и еда богатые вот а люди в деревне если не богатые но они настолько щедрые да вот что принципе это их база пригласить в гости угостить чаем да ты зашел просто спросить где например что-то находится вот и они соответственно подсказывают вот и еще могут чем-то угостить да ты этого не хочешь либо ты даже удивлен да но они все равно вот так вот я не увидел вас там одного ну да просто в тот момент я находился поблизости и когда услышал звук успел первым подбежать и что увидели кого-то к удивлению никого не было ну мы тогда пойдем о уже ну я вас тогда провожу мне тоже это кажется ё-моё это сколько они эту деревню строили но у нас мало доказательств что это он скины это что же рисовали все вот это делали ладно пошли дальше спрашивать у людей пошли на вечер на вечер блин мы завести почти ничего не узнали кроме того что пропавшего зовут волос кто первую был ну то умест это да ладно предлагаю завтра еще походим поспрашивать окей на следующий день окей я тогда сейчас ей позвоню алё здравствуйте я хотел спросить а сколько ваш сын пошел гулять здравствуйте мой сын пошел гулять в 9 вечера ничего себе они познали вы знаете с кем он должен был пойти с вовкой это случайно не вова которому 16 лет и у которого мама зовут люда да он а вы знаете что он пропал что правда да а у вашего сына есть еще друзья ну он гулял раньше с одной компашкой а можете пожалуйста назвать их имена мне сын не говорил как их зовут блин жалко но все равно спасибо пожалуйста до свидания до свидания так пропал вова ищут прикинь сын лиза должен был пойти гулять слова который пропал реально да ну это жесть конечно больше ничего не узнал сожалению нет блин жалко тогда теперь что будем делать ну я предлагаю проследить за фермером о давай тогда выдвигаемся сейчас до следствие вели свитки а как следить будем ну сначала узнаем дома ли он а как узнаем смотрим через окно ауки а потом тогда что будем делать будем ждать пока он выйдет и пойдем за ним а ты не думаешь что у него люди дома не мы же были у него дома и там очень мало места ну наверное ты прав но тогда пошли до пошли чё фермер может оказаться убийцей сейчас посмотрю дома ли он окей он дома но мне все-таки кажется что он их дома держит но мы так просто не попадем в воду вообще можем попасть так короче у него окно открыто и что ты предлагаешь весь дом через окно не совсем я предлагаю чтобы я отвлек его ты влез в окно не давай тогда лучше ты влезешь в окно а я его отвлеку окей пошли тогда подожди сколько тебе нужно примерно минут ну минут пять окей я пошел его отвлекать а ты иди влазь в окно ок не ну хотя до проверить информацию пяти минут будет достаточно тем более ту информацию которая им нужна здравствуйте о здравствуйте это вы ну что что-то узнали пока нет жаль а ну прикольно придумали он туда это болтает а тотчас окном полезет это что вы хотели я хотел уточнить еще пару вопросиков про дело макей тогда прикольно вот придумали проходите в дом может быть чай попьете нет давайте здесь ну ладно так я в доме посмотрю шкафу как чё он их бы это ушка в запер шкафу нет но в тумбочке точно нет под кроватью тоже может быть под палату а что тут скрипит сейчас уберу палас что люк блин продолжение следует а а что ж там дальше будет фух а подозреваемый оказался фермер то есть они его заподозрили да что что-то не так и вот решили значит залезть в дом прикольно дорогие мои зрители и подписчики что вам хочу сказать насчет данного видеоролика насчет этой второй серии принципе вторая серия получилась очень даже интересной крутой и неплохой было интересно посмотреть да но я не ожидал то что вот на самом интересном оборвется серия то есть ну типа серия идет 11 минут имеете 11 минут посмотрели очень даже быстро вот от души вам всем огромное спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал в комментариях пишите свое мнение насчет моей реакции и мнение насчет данной второй серии рекомендую посмотреть реакцию на первую серию которая есть у меня на канале всем удачи и всем пока пока